приветствую вас уважаемые зрители и подписчики канала люк сталь мы продолжаем цикл видео уроков самого наварения для начинающих в первом уроке мы с вами рассмотрели как сделать правильную сахарную брагу и поставили ее на брожение и вот уже прошло ровно семь дней и настало время определить готовность браги перегонки вот об этом как раз и будет наше сегодняшнее видео при приготовлении качественного вкусного самогона важным моментом является определение готовности браги мы можем получить как компот так и перебродившую какую-то жижу есть риск получить как недоброт это когда значит сахар не успел перебродить и спирт полученный в результате этого брожения больше похож на пиво чем на самогон и также может получиться то что брага когда перестоит то спирты в принципе как испаряются и перегон на емкости остается большое количество различных кислот именно поэтому важным моментом является как раз определение готовности браге когда браг идеально готова к перегону существует несколько способов определения готовности браги первым способом является определение готовности браги по прекращению выделения пузырьков углекислого газа. Это будет видно визуально по гидрозатвору. Обычно при соблюдении всех условий для брожения, это комфортная температура, соблюдение пропорций, а также использование качественных составляющих для браги. Обычно брага уже перебродит на четвертый день и плюс три дня я ей даю на то, чтобы она отстоялась и осветлилась. Также в этом методе некоторые винокуры используют такой прием, как опускание горящей спички в бродильную емкость. Значит, если спичка тухнет, значит еще происходит выделение углекислого газа и брага еще не готова. Если же спичка горит, значит брага уже готова и ее можно перегонять. Второй способ это определение готовности браги по органолептическим показателям. То есть брагу мы пробуем на вкус. Если во вкусе присутствует слащавость, значит весь сахар еще не перебродил и брага еще не готова. Если же брага горькая на вкус, то следовательно наша брага готова и ее тоже уже можно перегонять. Третий способ это определение готовности браги с помощью специального ориометра, который позволяет установить отсутствие сахара и содержание спирта в браге. Я использую обычный бытовой винометр-сахарометр, который я опускаю, значит готовую брагу и уже по его показаниям мы можем определить готова ли брага или нет. Значит в готовой браге должен отсутствовать сахар, сахарометр должен показывать 0. Именно по совокупности как раз вот этих трех способов мы смотрим готова наша брага или нет. Если брага готова, то мы приступаем к ее перегонке. Для перегонки я использую очень удобный, функциональный, практичный, что немаловажно, недорогой аппарат Люксталь 2 версия ПРО, который очень легк в сборке и использовании. Готовую прозрачную и горькую на вкус брагу мы осторожно сливаем с осадка и заливаем обратно в промытый куб а теперь ставим куб на плитку и начинаем собирать аппарат палитку и начинаем собирать аппарата. Парат Люксталь 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 4, 2, 1 и 3, 2, 1 и 4, 2, 1, 4, 2, 1, и 6, 1, и 6, 1, и 6, 2, 1, и 7, 2, 1, и 8, 2, 1, 5, 1, и 6, 1, и 8, 1, и 7, 2, 1, и 1, и 6, 1, и 9, 2, 2, 1 и 10. Включаем максимальный нагрев и разогреваем брагу. Когда температура в колонне достигнет 70 градусов, появляются первые капли самогона. Продолжаем работу на максимальном нагреве. Для непрерывного контроля крепости получаемого продукта я использую недорогое устройство под названием «Попугай». После перегона 16 литров нашей сахарной браги мы в итоге получили чуть более 4 литров спирта сырца. Общая крепость составила 45 градусов. На этой ноте мы завершаем наш видеоурок. И в следующем видео мы расскажем вам, как этот спирт-сырец повторно перегнать на аппарате VXTAL 2 PRO с разделением на фракции. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующее видео. И ставим пальцы. Либо так, либо так. Итак, до новых встреч, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok